Уважаемый Сергей Алимович, я Махмуд Добровов Васильевич, обращаюсь к вам по просьбе жителей нашего села, селения Адельян-Гюль Бабаревцевского района. Хотя проблема наша и решается на уровне главы села, но она переросла в разряд больших из-за того, что глава села Исламов не хочет обратить внимание на наши обращения. Дело в том, что у нас в селе до 2017 года не было названия улиц, но наш глава села не советует с жителями улиц, хотя этого требует закон Российской Федерации. Единолично дал непонятные никому названия улицам, такие как Заводская, Сладская и так далее. Учитывая то обстоятельство, что улицам должны даваться имена выдающихся представителей народа, я в 2018 году за подписью 61 жителя обратился с просьбой назвать одну улицу именем Героя России, возразившего знамя победы над Рейхстагом Исмаилова, а другую улицу назвать именем выдающего полководца кумовского народа, шейха Салтамута. Но наше обращение глава села даже не соизволил вынести на рассмотрение сессии собраний сельских депутатов. С этим вопросом я обращался как к главе района, так и прокуратуре района, но и они не хотят рассматривать данный вопрос. В этом году за подпись 40 человек 27 апреля 2023 года я обращался к главе района с просьбой жителей села, чтобы найти средства для восстановления бюста Зайлянида Ватармузаева, прославленного сына кумовского народа, который похоронен у нас на кладбище, и установить его бюст перед зданием сельской школы. Но и эта просьба наша осталась без внимания. Когда наша страна ведет специальную военную операцию на Украине, думаем, что патриотическое воспитание выходит на первое место. Непонятно, ведется ли какая-нибудь работа по воспитанию, по патриотическому воспитанию молодежи в Абайотовском районе. Также непонятно, как руководство района хотят воспитывать молодежь, если не на примере таких выдающихся людей, как Герой России Исмаилов, полководец Алтамут, революционер, борец за справедливость, поэт и драматург Зайлянид Ватармузаев. Уважаемый Сергей Алимович, хотя в Конституции Республики Дагестан написано, что власть в Республике принадлежит ее многонациональному народу, но наш глава села Исламов, возомневший из себя барина, хочет единолично властвовать в селе, игнорировав как Конституцию Дагестана, так и 131-й федеральный закон. У нас отобраны все наши конституционные права, мы не можем участвовать в общественной жизни села. Как нам участвовать, если в селе не функционирует ни один из общественных институтов? Не проводится схода села, не хочет он создать села, ни общественный совет, ни совет старейшин. Проводится ли вообще сессии, собрания депутатов? Ну, прошлые выборы до 2020 года, когда я был сельским депутатом, меня соизволили пригласить только на три сессии за пять лет. Скорее, может быть, фиктивно ведутся протоколы сессии, но мы этого не знаем. Я не стал бы беспокоить вас, если хотя бы прокуратура района выполняла бы возложенные на нее истинные функции. На мое неоднократное обращение прокуратуры они решают вопрос отписками. Как же верна русская поговорка, что ворон ворону глаз не клюют? Кому нам более обращаться, если и глава района, и прокуратура района закрывают глаза на беззаконие у нас в селе? Убедительно просим вас дать указание прокуратуре, чтобы разобрали с беззаконием у нас в Бабаиртовском районе. У меня более шести обращений наших жителей, глава нашего села, на которого не созволил дать ответ. С уважением к вам, Махмудов Рауф Асельделевич, житель селения Адельянгюр, Бабаиртовского района. Спасибо.